здравствуйте уважаемые телезрители сегодня мы в гостях у министра правительства москвы руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города москвы председателя общественного совета телеканала большая азия сергей евгеньевич черевина здравствуйте 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 первый вопрос у меня весьма оптимистичные пандемийная катастрофа завершается надеюсь мир постепенно открывается увеличивается количество международных мероприятий мы недавно принимали сами участие в юбилейном петербургском экономическом форуме который прошел очень ярко насыщенно какие вы считаете наиболее важные мероприятия в внешне экономической международной жизни и деятельности правительства москвы в этом году я бы хотел отметить что этот год начался довольно активных мероприятий которые проводил наш департамент в различных регионах мира прежде всего это конечно же те страны которые пандемийный период как отметили были закрыты и с восстановлением авиасообщения нам удалось посетить достаточно большое количество государств в том числе и в рамках продвижения москвы в качестве города который мог бы принимать у себя всемирную выставку 30 года мы были с официальными визитами во всех странах коряком в том числе и странах южной америки наши коллеги активно принимали участие в роуд-шоу которая рассказывала о москве на африканском континенте в азии в европе ряде других регионов мира мы готовились к организации дней москвы в различных странах но на сегодня политическая ситуация связана с проведением специальной военной операции российской федерации на украине конечно же внесла свои коррективы в международные планы нашего департамента и фактически сегодня мы переориентировались на ряд других регионов которые ранее считались такими я бы сказал экзотическими для деятельности правительства москвы это регион южной америки центральной америки это африка особенно серьезный акцент мы делаем сегодня на работу со странами северной африки с южной африкой центральной африкой очень большой интерес к взаимодействию с москвой проявляют страны ближнего востока и за последние буквально несколько месяцев у нас состоялись очень интересные встречи с послами представляющими эти государства столицы россии мы продолжаем активно выстраивать отношения с азиатскими государствами и не так давно наши делегации были в индии это наш стратегический партнер в южной азии во вьетнаме в таиланде и я думаю что как раз то сегодня можно с полной уверенностью говорить что однополярный мир перестает существовать это сегодня широкая палитра различных государств со своей позицией и мы как москва конечно же учитываем все эти геополитические факторы поэтому будем продолжать наращивать усилия на направлениях азии африки южной америки при этом конечно не будем забывать и наших традиционных партнерах в европе и надо отметить что мы практически не потеряли дружеские отношения с со столицами важнейших европейских стран с макро регионами продолжаем поддерживать активные взаимоотношения с посольствами потому что все они находятся в москве и конечно же мы всегда откликаемся и на какие-то бытовые ситуации стараемся рассказывать о тех мерах которые правительство москвы предпринимает для поддержки бизнеса в том числе иностранного бизнеса и вы упомянули санкт-петербургский международный форум экономические я думаю что сам факт его проведения в очень непростой политической атмосфере свидетельствует об интересе который продолжает проявлять том числе и иностранный бизнес к взаимодействию с российской федерации и с москвой как одним из важнейших экономических регионов россии мы недавно проводили очень интересную конференцию где собирали компании представляющие иностранный бизнес в москве должен отметить что конференция прошла с огромным успехом мы и рассказывали на встрече о мерах поддержки в том числе для иностранного бизнеса и она была на мой взгляд крайне полезна для представителей торгово промышленных палат присутствовали и американская и британская и французская и канадская и наши коллеги представляющие британский бизнес немецкая торговая палата все они говорили о важности взаимодействия не только с правительством москвы но и с федеральными ведомствами и настаивали на том что иностранный бизнес считает по-прежнему москву крайне привлекательной с точки зрения не только инвестиций но и в том числе и локализации своего производства здесь присутствие в центральном федеральном округе который считается одним из самых наверное с экономической точки зрения если брать потребительскую потребительский рынок одним из самых привлекательных регионов россии и я бы хотел отметить что мы рассчитывали на присутствие 100 150 компаний но в зале практически не хватило места и присутствовало более 250 наших партнеров это был очень интересный открытый и полезный диалог и мы продолжим такую практику проведение встреч с ассоциациями бизнеса в том случае с ассоциацией европейского бизнеса потому что достаточно оптимистично после ряда эмоциональных скажем так уходов некоторых компаний с рынка мы продолжаем оптимистично смотреть на взаимодействие с иностранными компаниями потому что не россия не москва не выпадают и не должны выпадать из международной кооперации и мы будем делать все для того чтобы сохранять вот такие дружеские отношения выстраивать может быть новые логистические цепочки поставок на которые сегодня крайне важны для различных субъектов экономической деятельности в том числе и для наших департаментов которые получают от иностранных компаний запасные части какие-то расходные материалы технологии это очень важно с точки зрения и развития медицины и инновационных технологий в городе поэтому будем стараться и в будущем как бы достаточно активно выстраивать отношения как с традиционными так и с новыми партнерами вы предосхитили мой вопрос второй но я все-таки хотел бы акцентировать внимание наших телезрителей на то что ваш департамент в соответствии с положением работ которым вы руководите осуществляет функции по разработке и реализации политики в селе привлечения иностранных инвестиций в город москву вы же начали говорить о том что эти инвестиции они в принципе не снижаются людей которые несмотря на ограничения хотят переориентировать свою работу появляются новые цепочки вот сегодняшняя политика именно по привлечению инвесторов открытию новых производств о которых говорят на федеральном уровне как это направление разрабатывается москве я думаю что на сегодня говорить о привлечении каких-то новых инвестиций наверное было бы не совсем корректно и мы если объективно смотреть на ситуацию стараемся не допустить ухода ключевых иностранных компаний с московского рынка почему для нас это очень важно потому что это в первую очередь рабочие места это технологии это накопленные прямые инвестиции которые в экономике города сегодня составляют более двухсот пятидесяти миллиардов долларов довольно серьезная цифра поэтому с точки зрения стабильности как социальной ситуации и сохранения именно рабочих мест для нас работа с иностранным бизнесом остается одним из наверное важнейших направлений в деятельности департамента тем более что на московской площадке присутствует более десяти тысяч иностранных компаний предоставляющих и уникальные технологии и высококачественные услуги для различных совершенно сфер экономики города и я считаю что надо очень серьезное внимание продолжать уделять присутствию как бы и укреплению позиции иностранного бизнеса на потому что опять же это вопрос серьезной международной кооперации это никак не умаляет наши усилия по импортозамещению или по поиску локальных производителей и по стимулированию усилий по замещению бы российскими товарами и услугами тех тех сферах где мы можем это делать но не везде к сожалению сегодня это получается поэтому надо этот фактор обязательно учитывать вы знаете что мы делаем сейчас в январе месяце ежедневная программа которая называется китайская панорама делаем ее совместно с медиакорпорацией китая буквально за несколько часов до сегодняшних съемок я посмотрел наши новости мы сообщаем о том что открыт новый логистический маршрут они появляется новый транспорт на логистические маршруты который связывает северный китай с москвой и минском и уже достигли движение достаточно ускоренно со всеми таможенными остановками и прочим прочим там перевалками грузов 13 дней это хороший показатель раньше это было значительно дольше естественно удешевляется транспорт логистические услуги вот и мы видим тоже знал вас из повестки ежедневно о том что не только импортозамещение а замещение отраслевое некоторые происходят странами не только питаем странами из юго-восточной азии которые активно последние годы впитывали технологии западные развивали их не секрет что масса товаров и услуг производится видны уже и услуг в юго-восточной нации который перемещается в европу и сша как вы считаете вот много ли времени понадобится для того чтобы какие-то серьезные новые логистические пути которые уже проработаны это там бай юг-север запустить на полной мощности но вы упомянули двух внешне экономических важнейших партнеров в том числе москвы это прежде всего китай который традиционно прочно удерживает первое место во внешне экономической деятельности с московскими резидентами это и беларусь которая входит в пятерку крупнейших внешне экономических партнеров москвы поставляя уникальные технологии и предоставляя очень высококачественное оборудование для опять же различных московских отраслей это и строительство этой медицина это и жилищно коммунальное хозяйство другие наши сферы деятельности конечно сегодня надо отметить что пандемия нам серьезно испортила логистические возможности и началось наверное это несколько лет назад далее те санкции которые принимались недружественными к россии странами ухудшили как бы логистические цепочки поэтому для нас конечно крайне важно становление своеобразного такого шелкового пути из китая в центральную часть россии в том числе и белоруссию для нас сокращение сроков доставки товаров продукции конечно является очень важным фактором для деятельности многих предприятий и надо отметить что помимо такого восточного коридора транспортного разрабатываются и другие направления которыми мы планируем ближайшие годы активно заниматься это прежде всего коридор север-юг разговоры о его как бы формирование идут достаточно давно для нас соединение стран южной азии с центральной россии с возможностью дальнейшего экспорта в страны европы или возможно другие регионы конечно же позволит повысить стабильность как бы вот этих логистических цепочек и создать как бы такой уверенный логистический канал поставки в том числе и в центральные регионы россии сегодня индия у нас является стратегическим партнером не только в области поставок энергоносителей но и поставок продукции сельского хозяйства мы активно взаимодействуем в различных отраслях это вы знаете и энергетика и машиностроение и создание вот коридора север-юг я знаю что различные федеральные ведомства очень активно вместе с российскими железными дорогами продолжают развивать это направление для нас это будет ну наверное таким страховым полисом с точки зрения дальнейшего ухудшения санкционной политики потому что вы знаете в истории не было ни одного прецедента когда вводились бы такие пакеты санкций равносильные фактически объявлению такой уже горячей фазы это не экономическая уже война это уже практически горячая фаза войны с поставками ударных вооружений вот поэтому для нас очень важно конечно иметь запасные маршруты маршруты для внешне экономической деятельности потому что российская федерация остается все таки серьезнейшим игроком на рынке не только энергоносителей но и сельскохозяйственной продукции продукции машиностроения вот и я думаю что это для нас одно из самых важных мы с детства помним что Москва порт пяти морей поэтому есть еще северный морской путь который находится в активной фазе разработки увеличения грузоборотов да порт пяти морей вы совершенно правы и наверное именно поэтому в москве планируется провести в октябре форум прикаспийских государств это тоже будет одно из мероприятий которым будет активно принимать участие наш департамент есть очень много интересных вопросов по работе департамента и конечно одним из важнейших направлений вашей деятельности которая полностью коррелирует с деятельностью федеральных органов власти это работа с соотечественниками и я знаю что на всех практически заседаниях которые посвящены этой теме не только профильного департамента по работе соотечественников вот недавно 27 мая состоятся совет глав регионов где министр странных дел рассматривал вопрос работы регионов соотечественниками поставил в пример деятельность вашего департамента деятельность правительства москвы как наиболее эффективного субъекта мы знаем что москва является одним из немногих регионов где принят закон который как раз и регулирует работу органов исполнительной власти не только департамента но всех органов исполнительной власти по работе соотечественниками расскажите пожалуйста как сегодня вот в этих условиях строится работа с нашими соотечественниками которую президент поставил бы главу угла вообще внешней политической деятельности страны Москва действительно уникальный регион и единственный где существует закон о поддержке соотечественников при этом мы ни разу не секвестировали бюджет на программу поддержки соотечественников за рубежом несмотря на различные экономические сложности в которых оказывалась российская федерация и на сегодня это одно из тоже основных направлений деятельности нашего департамента в декабре прошлого года мы отчитывались о нашей деятельности в сфере поддержки соотечественников на межведомственной комиссии которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров и хочется подчеркнуть что мы искренне рады что многие субъекты федерации начинают все более активно вовлекаться в программу поддержки соотечественников я думаю что это приходит вместе с пониманием крайней важности этой работы потому что к сожалению наши соотечественники оказались в крайне сложном положении за рубежом вы знаете о многочисленных фактах нарушения просто прав человека в отношении тех россиян которые по различным причинам оказались за рубежом это и аресты активов это и враждебные действия в отношении наших студентов которых просто исключали из высших учебных заведений это многочисленные факты нарушения просто даже обычных бытовых там прав выходцев из российской федерации и поэтому крайне важно в этой ситуации конечно же проявлять солидарность и демонстрировать что ни москва ни российская федерация не даст в обиду на своих соотечественников поэтому мы продолжаем активно взаимодействовать с почти двумя стами пятьюдестью организациями по всему миру это более чем 50 стран на различных континентах ежегодно мы проводим десятки различных международных конференций форумов стараемся организовывать мероприятия для молодых соотечественников это поддержка русского языка за рубежом в том числе и поставки учебной литературы технических средств для обучения русскому языку мы активно работаем с теми кто помогает нам в этом благородном деле именно институт имени Пушкина это различные российские высшие учебные заведения где проходят стажировку преподаватели русисты мы очень активно работаем с теми кто хотел бы продолжать укреплять позиции русского мира за рубежом все таки пропагандировать российскую культуру и одно из наших ключевых таких мероприятий международных это Дни Москвы в рамках которых мы проводим не только экономические конференции но и обязательной частью являются различные мероприятия для российских соотечественников ни один визит правительственной делегации Москвы не обходится без встречи с координационными советами с активом российских соотечественников в различных странах мы будем обязательно обеспечить русскоязычные средства массовой информации их конечно сегодня немного вы прекрасно знаете какие какое санкционное давление сегодня оказывается на журналистов пишущих просто позитивно российских событиях о событиях в россии или событиях в москве поэтому мы ежегодно например проводили специальный форум для журналистов пишущих на темы россии темы москвы к сожалению из-за пандемии мы не смогли в прошлом году провести форум но планируем его проведение в этом году обязательно будем продолжать содействовать сохранению исторической памяти и будем противодействовать попыткам искажения исторических фактов в том числе и информации о великой отечественной войне о тех усилиях которые россия предпринимала для того чтобы все таки сохранить мир и во времена и холодной войны и другие периоды достаточно непростых отношений между российской федерацией и странами запада соединенными штатами америки для нас это очень важная часть работы в том числе и я бы особо хотел подчеркнуть поддержку наших ветеранов их остается все меньше и меньше поэтому правительство москвы продолжают оказывать и материальную поддержку и предоставляет медицинскую помощь медицинское оборудование для особо нуждающихся особенно в странах где ветеранам уделяется недостаточное внимание а многие из них подвергаются просто травле за свою позицию это страны Прибалтики в первую очередь я думаю что очень важным элементом работы нашей в области такой пропаганды российской культуры и поддержки соотечественников является деятельность наших домов москвы такие дома существуют во многих странах мы активно пользуемся этим инструментом для продвижения и российской культуры и на площадке домов проводится огромное количество различных мероприятий посвященным историческим датам памятным датам очень часто мы организуем например конференции на базе наших домов в них присутствуют библиотеки где представлены в том числе и новейшие российские издания на базе домов москвы существуют в том числе и курсы изучения русского языка у нас были даже планы открытия в ряде домов многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг чтобы упростить гражданам этих стран получение тех или иных документов справок необходимых для их деятельности очень важным элементом и таким интерфейсом нашего взаимодействия с соотечественниками является наше подведомственное предприятие московский дом соотечественников наш московский центр международного сотрудничества неоценимую помощь нам оказывает также музей русского зарубежья центр имени Александра Солженицына который сочетает в себе не только музей но и в такой центр где можно получить любую совершенно информацию о наших соотечественников на базе центра проводятся прекрасные выставки это своеобразный даже издательско-полиграфический наверное центр который нам предоставляет уникальные экспонаты которые мы демонстрируем на различных международных мероприятиях вы знаете мне как руководителю информационной структуры очень обидно что колоссальная работа важная интересная она очень часто доводится до руководства страны и до общественности в очень узком сегменте где-то выступления ваши справки но мне кажется что работа с соотечественниками она требует более широкого информационного обеспечения и я внимательно читал закон не раз города москвы там даже есть отдельная статья 11 в которой изложено направление информационной деятельности мы 4 года делали вместе с вами достаточно интересный цикл программ о соотечественниках мы открыли для нашей аудитории имеем очень много отзывов кстати просмотров за рубежом через интернет материалов у наших соотечественников которые являлись лидерами уезжая даже за рубеж как вы говорите по разным причинам являлись лидерами общественного мнения инноваций как принято говорить считаете ли вы необходимым продолжить эту работу тем более что у нас с вами был разговор с сам биюкчим на более там высоком уже может быть федеральном уровне работу по информационному сопровождению этой деятельности я бы хотел прежде всего поблагодарить канал большую азию за ту огромную работу которую канал проводит по поляризации соотечественников и деятельности всего департамента у нас существует прекрасный цикл передач соотечественников всего за последние годы нашего сотрудничества вышло более пяти тысяч материалов различного контента которые посмотрели я думаю что сотни тысяч если не миллионы миллионы телезрителей в различных регионах мира и я считаю что это очень важное направление нашей работы поэтому мы обязательно будем поддерживать средства массовой информации в том числе и телеканал большая азия которые рассказывают о наших соотечественниках об их достижениях в том числе и экономических достижениях не случайно мы в период пандемии проводили очень интересные видео конференции вебинары для молодых предпринимателей из числа наших соотечественников где рассказывали о возможностях ведения бизнеса в москве в россии где мы старались им дать начальные навыки взаимодействия во внешнеэкономической сфере и они были очень популярны Сергей завершая наш разговор я и от лица телезрителей и от лица наших работников хотел бы поблагодарить вас за прекрасную инициативу по формированию линейки программ «Москва – лучший город земли» мы уже пятый сезон делаем эту прекрасную программу на двух языках если вы помните начиналась она как видеоприложение к журналу Capital Idea Live и она переросла в самостоятельный большой проект который живет сегодня уже отдельной жизнью автора Майкла Гибсона в интернете который через свои личные связи продвигает также правительство Москвы и его работу с инвесторами по улучшению имиджа города и мне кажется это очень важно это интересно а последние несколько сезонов мы стали работать более активно при вашей поддержке с предприятиями в которых участвуют иностранные инститции рассказывать не только нашим телезрителям но и далеко за пределами столицы России потому что у нас появилась версия сайта на английском языке мы размещаем на русском и на английском языке программы на сайте и я хотел бы спросить вас о планах развития этого проекта потому что проект уже живет и какие у вас планы по развитию информационного сотрудничества с каналом мы вместе хотим с вами работать по представлению Москвы на самом деле как лучшего города комфортного для жизни деятельности и ведения бизнеса даже в новых условиях ну я хотел бы выразить искреннюю признательность творческой группе которая создает эту прекрасную программу и особенно ее ведущему Майклу Гибсону очень интересные передачи и действительно проект который начинался как просто это видео приложение вырос в отдельную прекрасную программу она очень важна для продвижения имиджа Москвы как вы справедливо заметили потому что мы еще как департамент отвечаем и за международные рейтинги столицы поэтому любые информационные передачи которые могут рассказать о московских достижениях и в сфере транспорта и здравоохранения и образования и о том как развивается город о том как он строится его стратегии на будущее для нас крайне важны для формирования объективного мнения о том что происходит сегодня в столице России и я думаю что эта программа очень важна и с точки зрения привлечения иностранных инвестиций потому что во многих передачах рассказывается история успеха иностранного бизнеса вы сказали что Москва один из самых комфортных городов это действительно так и буквально несколько месяцев назад организация объединенных наций присвоила Москве почетное первое место как самому комфортному городу в мире имеющему наиболее развитую инфраструктуру городскую для нас это тоже очень высокая оценка и я думаю что ваша программа она как раз может популяризировать в том числе и международные рейтинги Москвы о них не многие знают в основном это узкие специалисты в тех или иных отраслях то что город сегодня один из лидеров по развитию туризма в мире с точки зрения развития качества образования предоставления высококлассных медицинских услуг с точки зрения развития электронных сервисов а это наши программы умный город безопасный город это и развитие инфраструктуры транспорта вот обо всем об этом надо рассказывать в вашей прекрасной программе спасибо вам я думаю что первая программа осеннего цикла будет как раз посвящена рейтингам москвы и такому сравнительному анализу потому что скажу честно иногда я даже как руководитель канала при подготовке этого цикла программ узнаю новые интересные факты о москве хотя считаю что я про москву много знаю но москва это не просто столица россии это наверное одна из самых серьезных крупнейших агломераций мира поэтому это тот случай когда информации много быть не может спасибо вам за разговор успехов мы знаем что во всех успехах москвы есть маленькая частица труда каждого работника вашего департамента и ваших партнеров большое спасибо за такую оценку спасибо большое спасибо 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 спасибо